В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. С вами Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Представители общественной приемной главы Ленинского района провели расширенное заседание. Мы, предисполняющие обязанности главы, осветили все проблемы, которые есть по поселению. Обновленная прогимназия Видного. Как изменилось здание учебного заведения? Была проектная организация, которая пришла, и мы стали обсуждать, какие варианты проектов мы хотим. Активное долголетие. Пенсионеры муниципалитета побывали на увлекательной экскурсии в селе Остров. Очень интересно. И даже не подозревали, что такие ценности у нас, как говорится, рядышком находятся. Исполняющий обязанности главы Ленинского района Алексей Спаский принял участие в расширенном заседании общественной приемной. На мероприятии побывал наш корреспондент Дмитрий Книга. Исполняющий обязанности главы Ленинского района Алексей Спаский продолжает знакомиться с новой для себя территорией. От представителей поселений муниципалитета во время расширенного заседания общественной приемной он узнал о тех вопросах, которые больше всего волнуют граждан. Проблематика не то, что она понятна. Есть такие крупными мазками, если есть вещи, которые не решишь ни за сегодня, ни завтра, но их обязательно надо двигать. Начиная от дольщиков, которых Андрей Юрьевич коснулся в своем обращении к жителям Московской области. И проблематика транспортная, проблематика социальных объектов. К примеру, одна из главных проблем для жителей Видного – пробки на дорогах. Для улучшения ситуации продолжается строительство выезда на М4 из шестого микрорайона. Сдать объект планируется уже в начале лета. В самой дальней точке округа, в поселке Володарского, назрела проблема экологического характера. На границе между Раменским и Ленинским районом образовалась свалка. И эта свалка, она, конечно, волнует жителей, потому что, например, осенью они подожгли для того, чтобы как-то мусор скрасить, чтобы он поменьше его было, они подожгли. И все это пошло на поселок. Конечно, население начало возмущаться. Алексей Спасский взял ситуацию под личный контроль. Кроме того, он пообещал проводить выездные приемы населения, чтобы быть в курсе актуальных проблем. Первый понедельник я буду осуществлять прием здесь, в администрации. Теперь уже городского округа, будем считать. Последующий понедельник, второй, третий, четвертый – это будет в поселение. Руководитель общественной приемной главы муниципалитета Галина Кузина считает прошедшую встречу плодотворной, поскольку в ходе общения участниками дискуссии были выдвинуты предложения по развитию территорий. Мы, предисполняющие обязанности главы, осветили все проблемы, которые есть по поселениям, так, чтобы они были приоритетными и решались естественно. Я считаю, эта встреча очень важна. Записаться в общественную приемную можно по телефону 8495-548-5055. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Видновскую прогимназию многие жители города до сих пор называют по-старому. Детский сад Рябинка. Это старейшее учебное заведение муниципалитета недавно отпраздновало свое 45-летие. А сейчас она обрела новый внешний вид благодаря масштабной реконструкции. Полюбовалась обновленным зданием и наша съемочная группа. Старые серые стены в прошлом учебное заведение в буквальном смысле заиграло новыми красками. Более трех месяцев длился ремонт. В итоге не только внешний вид здания претерпел изменения. Это был комплексный подход. Сделали полностью капитальный ремонт фасада. Утеплили, здание стало намного теплее. То есть детям пребывание в учреждении стало наиболее комфортным. Пожарные лестницы стали соответствовать требованиям пожарной безопасности. Для нас это очень важно. Прогимназия – это и детский сад, и начальная школа. А потому уже давно назрела необходимость в преобразованиях. Ведь современные образовательные нормы сильно отличаются от тех, что были когда-то. Отделка фасада стала логичным продолжением процесса преображения прогимназии. А началось все с того, что два года назад здесь положили новый асфальт. Спустя совсем немного времени поменяли веранды. Старым было более 45 лет. В прошлом году появилась новая футбольная площадка. Этот и другие объекты позволили значительно расширить возможности для занятий и дошкалят, и тех, кто посещает начальную школу. Играем в разные игры, в футбол, активные какие-то виды спорта, которые как и маленькие, так и старшие. И помимо этого у нас наконец-то открылось еще дополнительное. Это у нас баскетбольная и волейбольная площадка. На меткость можем пострелять. Можем погреть маленькие интересные игры, которые раньше мы не могли. Наконец дошла очередь и до здания. Решение, каким именно будет новый внешний вид прогимназии, принимали всем миром. В обсуждении участвовали и коллектив учебного заведения, и родители. Была проектная организация, которая пришла, и мы стали обсуждать, какие варианты проектов мы хотим. Наверное, их было восемь. Все, что приносили, как-то это не нравилось, это не нравилось. Хотелось, чтобы дизайн был яркий, чтобы соответствовал внутреннему содержанию, потому что у нас же школа и детский сад, чтобы все было в гармонии. И вот восьмой проект мы утвердили. Родители хоть отмечают, что преобразившееся здание выглядит намного лучше, все же считают главным не столько внешний вид, сколько содержание. Мне кажется, главное, что какой коллектив, какие воспитатели, это главнее все-таки, чем внешний вид здания. Но так очень красиво, конечно. Стоит отметить, что во время реконструкции режим работы учебного заведения не менялся. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В администрацию Ленинского городского округа и общественную приемную партии «Единая Россия» жители обращаются с разными проблемами. Вопросы, не требующие отлагательств, депутаты часто берут под личный контроль, чтобы избежать бумажной волокиты и не терять драгоценное время. Так помогли и жительницы поселка Ленинский Асем Женусовой. Подробности в нашем следующем сюжете. Год назад педагог начальной школы номер 2 Асем Женусова получила комнату в муниципальной квартире в поселке Ленинский. До этого ей с двумя детьми приходилось снимать жилье, что сильно било по семейному бюджету. Когда заехали, столкнулись с новыми проблемами. Здесь не функционировала газовая плита. Мы готовили еду на электрической плите. Соответственно, так как у меня маленькие несовершеннолетние дети, они часто остаются дома одни, и эксплуатация была очень сложной. На маленькой электрической плитке Асем готовила около полугода. Когда пришла в негодность еще и входная дверь, она решила обратиться в администрацию района за помощью. Заявление приняли, обещали рассмотреть в течение трех рабочих дней. В общем, в кратчайшие сроки мне перезвонили, перезвонил помощник депутата партии «Единой России». И предложили свою помощь. В результате обследования оборудования газового выяснилось, что плита, которая стоит на кухне, пришла в полную негодность. Этот вопрос взяли на контроль. И к решению данного вопроса подключилась депутат по этому округу, Ирина Валентиновна Архангельская. Чтобы это дело не затягивалось. Тем более, он с ним распитывает двух детей. И мы своим помощником, с моим, вот, Захарликовичем, быстренько подсутились, как говорится, и приобрели плиту газовую. И мы поставили ее. Теперь, говорит, Асем готовить стало намного проще, гораздо безопаснее. Да и счета за электроэнергией теперь куда меньше. Входную дверь также заменили. Он благодарна очень, оперативна очень. Вам спасибо, что вы активно обращаетесь. Самое главное, надо понимать, что при обращении вопросы решаются. Но есть в доме и другие проблемы. В сильные морозы, в помещении холодно. Из окон дует, а сантехника в ванной постоянно выходит из строя. С этим депутаты партии «Единая Россия» тоже пообещали постараться помочь. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошлева. Видно этого. Все вместе под таким девизом в библиотеке Горок-Ленинских прошел мастер-класс для детей. Среди участников как обычные мальчишки-девчонки, так и ребята с особенностями развития. За творческим процессом наблюдала наша съемочная группа. Детство неповторимая и волшебная пора в жизни. Время искренних эмоций и настоящей свободы творчества. Считается, что в этот период можно наилучшим образом раскрыть потенциал ребенка. С такой целью в библиотеке Горок-Ленинских прошел мастер-класс. После того, как сделали ствол, делаем тонкий, немного веток. За столом обычные ребята и дети с особенностями развития. Все вместе они творят и созидают. Здесь нет никаких барьеров и преград, только общение, дружба, радость. На помощь тем, кому самые обычные действия подчас сдаются с трудом, приходят и их сверстники, и взрослые. Для обычных детей есть всегда какие-то кружки, какие-то секции, какие-то развивающие занятия. С инвалидами это немножко сложнее. Во-первых, стесняются сами мамы приводить своих детей, потому что чувствуют себя не очень комфортно среди здоровых детей. Во-вторых, дети сами тоже стесняются. Поэтому мы решили объединить как-то, познакомиться мамы и детишки-инвалиды, собрать в какую-то такую коалицию, организовать какой-то клуб. Сегодня первая такая встреча знакомства. В теплой, непринужденной обстановке ребята рисуют деревья и цветы. В ход идут не только традиционные кисточки, но и ватные палочки, картонные втулки. Так легче удаются детали, и передаются оттенки цвета. И у каждого ребенка получается свой шедевр. Ты довольна своим рисунком? Да, очень-очень у меня получилось. Но не тяжело. Не тяжело. Ну, я смотрю, ты даже подписал ее, да? Да. А ты теперь все свои картины будешь подписывать? Да. Подобные мастер-классы планируется проводить регулярно. А значит, впереди такие же интересные творческие задачи. Хендмейт-поделки и, конечно, радость общения. Хорошо, весело и дружно. Ребятам, я думаю, понравилось. У них остались на память работы, которые они могут взять с собой домой. Каждый раз после занятия они будут уходить с поделкой либо любым рисунком. Все, что они сделали сами. Вот. Своими руками. Ребят, понравилось занятие сегодняшнее? Очень. Да. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В рамках губернаторской программы «Активное долголетие» пенсионеры Ленинского городского округа отправились на экскурсию в село Остров. Они посетили старейший храм Спаса Преображения. Узнали много интересного из истории церкви и поселения. В числе группы была и наш корреспондент Юлия Пагасьян, которая подробнее расскажет о поездке. Проект губернатора Московской области «Активное долголетие» в Ленинском городском округе стартовал более полугода назад. За это время разными услугами успели воспользоваться тысячи людей пожилого возраста. Программы оздоровления, физической активности, экскурсии. Пенсионеры ездят в театры, на выставки, принимают участие в мастер-классах, ходят в спортзалы и бассейны. Крик очень большой имеет. Люди хотят, кто-то узнает попозже про это. Ну, как говорится, сарафанное радио тоже работает. Плюс мы на сайте выкладываем. И вот сейчас по просьбе наших посетителей, людей старшего возраста, мы стали вывешивать. Вот на первый квартал у нас просто висит в центре веры, висит указание экскурсии, когда куда поехать, чтобы люди могли посмотреть, действительно выбрать, что их больше всего интересует. Вот здесь настолько все глобально сделано. И театры, и экскурсии, и всевозможные кружки, которые может заниматься любой из нас, который ушел на пенсию, понимаете? И общение, соответственно, потому что люди, которые живут одни, ну, конечно, им тяжеловато. А там возможность общаться. Замечательная программа. Сегодня актив из 40 человек выехал на экскурсию в село Остров, где находится один из древнейших храмов Ленинского городского округа – церковь Преображения Господня. Во время поездки экскурсовод историко-культурного центра рассказала участникам программы интересные факты о селе Остров. Село Островское, оно значится среди 26 даренных сел, которыми одаривали цари своего старшего сына. Точная дата строительства церкви Преображения Господня не установлена, но предположительно она относится к временам правления Ивана Грозного – вторая половина XVI века. Об этом говорит и архитектура. Выполнен храм в шатровом стиле. История церкви долгая и непростая. Длительное время она была закрыта для посещения. Во время революции храм был закрыт, священники, ключи отобраны. Храм никак не использовался. И с 60-х годов начинается его полномерная реставрация на 20 лет. Она заканчивается в 80-х годах. И в 90-м году по ходатайству местной общины Минюст выдает разрешение на то, чтобы храм был использован по назначению. В этом году здесь проводилась масштабная реставрация. Совсем недавно были убраны последние строительные леса. Предстоит еще доделать алтарь и развесить иконы. Как историческая ценность, конечно, очень важна. И рядышком находится с нашим местопребыванием, поэтому очень интересно. И даже не подозревали, что такие ценности у нас, как говорится, рядышком находятся. Несмотря на то, что в храме до сих пор ведутся реставрационные работы, здесь три раза в неделю проходят богослужения. И можно просто прийти, поставить свечу и помолиться. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.